всем привет дорогие зрители я приехал сегодня именно в район сарай недалеко от пляжа клеопатры хочу как бы снять этот район все улицы магазина который расположен на этом улице и немножко рассказать про себя про нашу деятельность все начнем кадр пойдем здесь вот такой интересный магазин фруктовые напитки atom station называется кого заинтересует может прийти и купить себе тут напиток вот такие вот тут цены сельном на реке на очень вкусно под любой вкус мой напиток уже готов я начну пить так как очень жарко сегодня 10 июля немножко спустим очки так вот эта улица соединяется вместе с главной улице ататюрка тут вот такие рестораны рядом это рыбный ресторан вот такие вкусняшки тут рыбки на ровала равням кто захочет там быстренько сесть в ресторане и есть рыбку то может зайти в этот ресторан тут два-три ресторана не буду называть название но известны рестораны которые на этой улице также здесь есть магазин мегрос вот он пока я буду идти вот здесь никят салон это бракосочетание салон вот она здесь а несколько раз там был у друзья женились вот есть также есть ран суши к ну кто хочет любит суши может прийти именно сюда и поесть суши вот такой вот здесь ресторан суши значит левее от меня наш театр аланитский центральный театр такой красивый из-за пандемии она можно сказать что не функционирует вот такой театр она также впереди присутствует большой музей я тут уже три года как бы здесь хожу изучая все аланю не да не изучил до конца как бы только недавно я пришел сюда в музей я видел что вот этот музей который снаружи сейчас покажу вам то там камни всякие там гробница что-то есть но не знал что там внутри вот позади вот это здание там оказывается есть двухэтажное здание и внутри также есть исторические памятники и всякое с первого века 2 века вот кому интересно может зайти сюда вот музей написано там копейки были серебряные первого 2 века бронзовые со времен римлян греков и так далее сельджуки османы вся история тут вот это снаружи то что я говорил у вас вот она там билет стоит 12,5 лир кому интересно может история аланьи может зайти туда и просмотреть все мы пойдем к пляже к леопатра вот так же тут рестораны магазины значит я вот переехал в аланию в 2018 году но 2015 году я приехал в турцию именно был во многих городах так как хотел поступить в вуз отучить магистратуру я эти специалист по профессии оканчивал экономический государственный вуз в городе баку переехал из азербайджана после вот долгой жизни там работал больших компаниях айти компания в госучреждениях там министерство решил что мне надо как бы продолжить свою учебу и я вот вы вылетел из баку поехал в город измир погулял в измире побыл там во внуких университетах пришлось и короче эти университеты там у них не совпадало с моим факультетом так как есть другие социал билимляд факультет есть и техник факультет я так как закончить экономически но у меня специальность пойти не получилось мне поступить в этой вузы пришлось вот так оттуда в другой город поехать мне в анкару из анкары в истамбул вот так путешествовал по университетам а потом приехал я в анталию так как там русскоговорящий народ мне надо было работать деньги зарабатывать учиться сам себе как бы говорится обеспечивать сам себя короче там тоже подал я факультет туризма агденис университет агденис кстати вот здесь кошкин дом дом для котят это вот парк клеопатры здесь очень хорошо очень классно а вот после этого пришлось подавать заявку сдал экзамена турецкий язык получил диплом на турецком языке сдал именно экзамен 71 балл набрал азербайджанский язык как-то похож на турецкой но не совсем там и технические слова и сложно сдавать экзамен вообще поступил я сдал второй экзамен но так получилось что семья попросила вернуться обратно там были какие кое-какие нюансы 7 месяцев я в анталии пожил потом вернулся 2015 16 года когда вот российский истребитель сбили тут все короче был какой-то резонанс турция с россией и пришлось уехать в азербайджан там тоже поработал два года министерства не буду говорить название и увидел что как бы надо мне все-таки вернуться в анталию я так как один день был в алании после того что я приехал в анталию я знаю почти все районы анталии там кони алты лара до камера был во многих районах мне больше всего нравилось алания и я решил переехать в аланию я семьей переехал мне было сложно а говорится добился своих целей все-таки переехали всю семью в аланию в этот рай тут природа горы жизнь прекрасна вот такая красота тут крепость алании пляж клеопатры вот потрясающий вид я пройдусь к музею дам латаж вот и как я переехал сюда начал там искать работу с работой было сложно так как ты это туристический город в основном тут по работ можно найти по туризму именно сферы туризм по работал везде рабочие визы обещали мошенникам тоже много дают слова не держат по времени есть какая-то там не пунктуальность приходилось привыкать к этой жизни именно в алании потому что есть люди живут спокойствие никуда не торопятся живут свой кайф никто за никто незачем не бегает будет так будет говорят ждет пускай подождет вот здесь вот понятие жизни наверное в южных городах страны любой страны все живут в полном спокойствии никуда не торопятся это вот у меня такое сейчас впечатление именно про турцию но я обожаю турцию для меня тем более это город алания это рай на земле вот значит здесь пещера дамлатаж маленькая пещера можете туда зайти там солевые какие-то вот горные камни не знаю как их называют но самая большая пещера типа вот этой это пещера дим она расположена где речка дим с верхней стороны там почти 360 метров что ли глубина спускать вниз и в конце есть озеро можете просмотреть все достопримечательства они там найдете это место вот так вот потом я здесь как бы жил в аренде у меня год я прожил так потом пришлось уже покупать квартиру я решил оставаться в алании и и моей жене тоже чем все понравилось здесь пришлось вот так ну как ну как место не нравится но как можно не любить аланию вот клеопатра сама тут рядом вот она стоит говорит приходите в аланию и живите тут как вот так можно ехать и другой город и жить тут цена все стабильно фрукты овощи все свежие по в неделю по будням тут располагаются всякие рынки в алании например понедельник понедельничный рынок он в обе во вторник махмутларе там где-то еще в центре есть в среду кестеля и так далее там бабушки приходят из сел привозят всякие фрукты овощи свежие без всякого гмо как я знаю но здесь сами турки мне говорят сейчас о всех фруктах продуктах есть это гмо но все-таки у бабушек которые они сажают у себя в саду думаю что более-менее свежие натурально органик как они говорят вот так вот основной покупаю у этих бабушек пройдусь я этом по пляжу вот покажу я вот этот песок и маленький желтый гравий такой мелкий очень классный пройдусь я к пляжу очень жарко так это жара люди отдыхают загорают кайфуют и нашим дорогим зрителям хочу сказать что если вы думаете переехать в аланию то советую от души надо просто определиться с работой если есть пассивный доход то это то место где можно жить счастье и гармонии вот такая тут красота вот такой здесь гравий придется мне потом пойти оставить это оборудование и искупаться сейчас я пройдусь дальше этого парка дальше этого пляжа в сторону вот эта улица в та сторона это козла по норы называется а вот впереди от меня как бы район сарай так здесь парковка для машин парковочка для машин это платная кстати вот ведь подъемники которые идут к крепости алании билет стоит 37 лир туда-обратно очень потрясающий шикарный вид именно с этих кабинок которые поднимаются из подъемника хорошего отдыха вам всем туристы приехали как говорится я сюда редко приезжаю а то что время не хватает в основном съемки в районе махмутла оркестель тос мроба именно недвижимость по цене выше чем другие районы алании потому что это самая центральная часть и тут мало новостроек основном старостройки кто как любит подробно можете звонить для консультации обещаю все районы все плюсы и минусы расскажу потому что покупать недвижимость это тоже не маленькое дело как бы нужно все четко разузнавать надеюсь здесь вот ресторан постоянно какой-то каждые два года меняется он сейчас как-то око называется ресторан там был проход из ресторана в ту сторону но мы пройдемся около нашего подъемников это цилиферик называется на турецком языке ах шара так вот такой здесь очень классный парк свежо не хочется даже выходить отсюда придется показать вам весь всю продолжительность этого пляжа клеопатра именно то что расположено здесь вот они поднимаются вверх в сторону крепости так потом продолжим насчет то что я работал потом даже так как меня уже обманывали здесь много с рабочей визы работодатели пришлось мне поменять сферу деятельности я выбрал именно подумал выбрал недвижимость сферы недвижимости не буду заниматься этой этой деятельностью потому что это было очень сложно для меня бросать айти это все может так как я с 11 лет работал занимался этой деятельностью мне сейчас почти 30 но уже 30 лет сложно было менять все бросить любимое свое дело и заниматься другой деятельностью но сейчас слава Богу слава и Аллаху все нормально своим путем устроился к застройщику они подали на рабочую визу получил я рабочую визу но тут как говорится застройщики или другие работодатели платят одну зарплату заставляют делать 3-4 работы когда должны принять еще 3 сотрудников вместо них ты должен все делать и вот эти минусы есть почти везде вот этот тот подъемник который я вам показывал вот покажу даже цены нет цены подняли на 39 лет стоило 37 лет так вот устроился поработал там где-то 10 месяцев потом потом пришлось мне поменять так как дорога была далекая от дома ездить туда каждый день таскаться проблема была с питанием и тому подобное устроился я к другому большому застройщику тоже поработал с рабочей визой проблемы возникли как начался пандемия у нас тут вот из-за пандемии не выдают рабочие визы иностранцам так как государство требует чтобы у своих граждан Турции нет работы принимайте их на работу ну как и везде и пришлось мне уйти потому что пришла отмена на рабочую визу с госорганов именно которые занимаются этой деятельностью а потом я сдал экзамены именно на недвижимость на турецком языке они были сложные шесть месяцев почти сдавал то закрывались курсы то ждали короче из-за пандемии у меня был один маленький срез по тестам пришлось его пересдавать но там два экзамена один тесты шестьдесят вопросов дают полтора часа там технические вопросы они слишком длинные были сложно было их читать понимать и отвечать на вопросы это я терял там время на каждый вопрос полтора минуты нужно было тратиться тратиться вот это наш парк вот там Калеопатра еще одна тут теннисные столы люди приходят здесь играют в теннис здесь площадка баскетбольная две площадки любые приходят команды играют здесь баскетбол есть волейбольные площадки оборудование оборудование для спорта детские игровые площадки здесь все есть и даже аттракционы сейчас покажу для детей вот здесь волейбольные площадки пять-шесть волейбольных площадок они большие здесь команды собираются и играют волейбол вот опять оборудование для спорта и вот такие аттракционы для детей качели мочели и тому подобное здесь по вечерам открываются отделы как бы маленькие там продают ручные изделия такой же такая же улица присутствует в той стороне в той стороне этой горы где корабли кому интересно насчет подарков могут выбрать у них вот бывают ручные изделия советую покупать тоже у них вот такой здесь парк для детей тут тут вот отели перейдет здесь линия отелей и вот здесь начинается у нас другой парк вот 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 так я короче сдал этот экзамен почти два месяца назад получил я его с трудом профессиональный сертикат квалификации по недвижимости и теперь могу даже открыть фирму и работать в любой фирме рабочей визы нет никаких больше проблем легко выходит уже все есть все готово с документами нет никаких проблем мы вот сейчас компания престиж парадайз застройщики и агентство недвижимости в Аланье у нас также есть земельные участки продажа вилл именно есть квартиры на котловане если хотите покупать инвестировать брать в ипотеку или там на рассрочку как вы желаете отвечаем на любые критерии наших на любые запросы наших дорогих клиентов вот здесь такой интересный еще парк тут водопады включаются по вечерам основном вот это окончание пляжа парков пляжа Клеопатры вот здесь наканчивается потом там кладбище в той стороне лучше после начинается другой еще парк насчет недвижимости земельных участков вилл и так далее обращайтесь в нашу компанию поможем выборе вашей квартиры мечты в солнечном аланье аланье для меня лично и для наверно многих которые сюда переехали жить место спокойствие безмятежности счастья любви и процветания кто еще не решил сюда переезжать нужно вам подумать обдумать и как-то решиться с вами был Агаси из солнечной аланьи желаю всем здоровья счастья благополучия радости процветания продвижения побольше заработка счастья ваших детей побольше улыбок мало горя в жизни но это все бывает как говорится это жизнь мы должны как-то привыкать ко всему всем пока-пока